Здорово, домкраты! Сегодня разберем с вами еще одну обучалочку, как правильно опускать вес с груди в виз. Частая ошибка у многих, большой вес начинают с прямой стойки скидывать на бедра. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что большой вес, например, порядка 140 килограммов, может у вас просто очень сильно дать по бедрам, может даже привести к очень сильному ушибу, а иногда можно с ней просто сложиться и упасть. Поэтому, как делать правильно, сейчас я схематично покажу на палочке вдоль стены, а потом покажу, как я делал с весом. Схематично покажу две стойки, как у нас, какой путь проходит штанга, да, и стойки вниз, получается, что она у нас порядка полуметра проходит, я прилетаю на бедра, то есть это может привести к травмам и так далее. Наша задача, что сделать? Максимально приблизиться к этому, к этой высоте, как это сделать? Значит, мы пробуем перестать свою фронтальную и отверяем самую нижнюю часть и просто-напросто из этой точки выкручиваемся из-под штанги, выкручиваем локти резко и навстречу не встаем. Таким образом, вы как бы не опускаете на себя штангу, а опускаете штангу в запасных босков на определенную высоту и из-под нее выкручиваетесь. Тем самым вам не приходится вообще никак опускать или перемещать в пространстве. Рассмотрим данный метод опускания штанги в вис на примере упражнения на грудь в сет плюс на грудь в сет с виса ниже колен. После того, как мы выполнили первый подъем, перед опусканием в вис опустите локти и постарайтесь взять штангу хватом в замок. После этого, не распуская замка, начните медленно приседать, дойдя примерно до полуприседа. Начните крутить локти вниз и за спину, как бы выкручиваясь из-под штанги. В тот момент, когда штанга начнет падать с груди, резко встаньте в полный рост, откидывая плечи назад и слегка сгибая колени. Таким образом, вы опустили штангу в вис, при этом не бросав ее на бедра. Тренируйтесь грамотно, друзья, и достигайте новых высот. Всем здоровья, удачи и новых рекордов!